Аллилуйя! Приветствую вас, дорогие телезрители, во имя Иисуса Христа! Все, что в вашей жизни происходит, пусть происходит по воле Божьей. Как я уже говорил, что призванным Богом по Его изволению все содействует ко благу. Еще есть такое, выше чуть-чуть местописание, что любящим Бога. Иногда мы говорим, что на все воля Божья, не на все воля Божья. На грех воли Божьей нету, на разруху воли Божьей нету. И есть воля Его только на Его волю. Его разрешение – это на Его волю. Поэтому, когда Писание говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому, если мы какие-то трудности проходим, мы любим Бога, но проходим трудности, значит, через эти трудности Бог благословит нас. Бог накапливает чашу благословения для нашей жизни, чтобы излить ее потом. Потому что все, что Бог имеет, Он не хочет это иметь только для себя. Он хочет это отдать нам, благословить. Вот родители, например, они столько имеют. Но когда у них появляются дети, что они хотят делать? Они хотят своих детей благословлять, дарить им, ухаживать за ними, воспитывать, заботиться за ними. И также наш Отец, эти все чувства, которые есть в нас, в нем они намного сильнее развиты. Он хочет заботиться о нас, Он хочет дарить нам подарки, делать нас сюрпризы, делать нас лучше, готовить нас к Своему Сыну. Потому что у нас будет встреча с Иисусом Христом, и мы к ней должны быть готовы. Аллилуйя! И это должно нас сильно радовать и стимулировать в жизни. Многие христиане не видят смысла в христианстве, как бы не видят смысла в вере в Бога. А смысл – это сам Иисус, это любовь к Нему. Когда парень бежит на свидание к любимой девушке, а какой у него смысл в жизни? Уж явно не учеба и явно не работа. Девушка, которую он любит. Или девушка любит парня, она бежит к нему, вся красится, готовится, одевается, вся прям в нетерпении встретится. И где это у церкви сегодня? Где это ожидание? Церковь, она и призвана любить Иисуса, не просто с грехами возиться всю жизнь. Господи, прости, Господи, прости и помилуй. А что, если Господь тебя простил, омыл, и тебе теперь не надо идти в ад? Теперь Бог тебе зачем нужен? Мне Господь задал такой вопрос. Если у тебя нету проблем уже с грехами, допустим, да, и тебе ад больше не грозит, тебе зачем Бог нужен? Задай вопрос себе. Пусть этот вопрос тебе останется как домашнее задание. Аминь. Итак, тема проповеди. Храни свое сердце. Сердце – это сердцевина человека. То, из чего он состоит. Вот если убрать наше тело, да, или, например, темнота, не видно человека, какой он. Но сразу можно описывать картину, делать о нем, знаете, какой-то портрет о том, что он говорит, как он говорит. Понимаете? Создавать можно впечатление какое-то. Человек добрый, человек хороший. Итак, сердце – это база данных, данных, нас самих. Это то, что хранится на жестком диске нашей всей жизни. Наши глаза и уши – это каналы в наше сердце. Наши глаза и наши уши. Именно через них входят бесы в людей. Очень часто запрыгивают. Возможно, через фильмы, через что-то грязное. Также через уши входит Бог в нашу жизнь. И через наши глаза. Вы скажете, как это Бог через уши входит? Но вы же услышали благую весть? Иисус-то вошел в ваше сердце как? Через уши. Вы услышали. И вы обратились к Нему. Ваше сердце, оно сказало, Иисус, войди в мое сердце. Вы сами сказали, войди в мое сердце. И Он вошел в вашу жизнь. Итак, наши глаза и наши уши – это очень ответственные два органа. Они отвечают за все практически. Мы сейчас не говорим об органе чувств, обонянии, осязания. Мы сейчас говорим об этих двух главных органах нашего естества. Наша душа в основном через глаза и уши взаимодействует с окружающим миром. А потом вся информация, с которой мы взаимодействовали, люди, с которыми мы общались, все, что мы смотрели, все, что мы слушали, все, с чем мы соприкасались в этом мире, вся эта информация сливается в наше сердце. И там окажется именно то, что мы пропустили в наше сердце. Что мы разрешили, чему мы разрешили войти, окажется наше сердце. И вот по этой причине многие люди, как Иисус говорил, вы не можете служить двум господам. Можно даже так сказать, вы не можете любить двух господ. Вы не можете любить идола и в то же самое время любить Бога. Вы либо будете любить идола и Бога не любить, будьте равнодушными, холодными к нему, либо вы будете ненавидеть идола и будете любить Бога. И все, что разделяет с нашим Богом и является идолом. Сюда можно абсолютно поставить все. Все, что меня… Знаете, вот человек, он во все может вложить жизнь. Во все. В машину может вложить жизнь. Представляете? Машина – кусок металла. Да, там удобные кресла, да, она тебя перевозит. Это средство передвижения, здесь нет ничего особенного. Это как велосипед. Но люди настолько могут оббоготворить машину, что она может стать идолом. Мы согласны? Для многих машина – это идол. Они ее любят, они о ней думают, они только о ней говорят. Это все, что в их уме. Чем бы ни являлось, а для другого машина вообще никакой не идол. Это средство. Средство для того, чтобы просто из точки А переехать в точку Б, а потом в С и так далее. Именно душа, именно душе дана ответственность охранять банк данных. Душа является охранником сердца. Душа, твои глаза и твои уши являются охранниками твоего сердца. Вот почему некоторые вещи нам не надо видеть и некоторые вещи нам не надо слышать. Информация будет входить в тебя. Смотрите, с Адамом и Евой было все в порядке. Они были святыми людьми. Не просто набожными людьми. И знаете, есть набожные люди, которые повесили крестик и думают, что они теперь верующие. Они далеко не верующие, потому что в душе нолик. И эта игра не прекращается. А что в сердце? У тебя крестик есть в сердце? Исполняешь ли ты волю Божью? Взял ли ты на самом деле крест? Или ты его повесил для красоты? Металл не является никакой важности в жизни человека абсолютно. Если мы говорим о кресте, это означает исполнять волю Божью. Отказаться от своей, исполнять волю Божью. Итак, Адам с Евой не были просто набожными людьми. Они не были религиозными людьми. Они были свободными людьми выбирать и делать все, что они хотят. И вы знаете что? Они ходили с Богом. Они общались с Богом. И в их жизни было благословение. Они общались с Богом. Они были счастливы. Они были наполнены. Они были, знаете, полностью находились в блаженстве. Знаете что? Стоило только услышать другую информацию, она вошла в их сердце. И ей уже было Еве не избавиться от той рекламы, которую ей сделал дьявол. Дьявол же тоже не глупый. Не надо считать, что дьявол это козлик. Просто козлик. Может быть у него есть какие-то такие, знаете, картины. Его рисуют там с рогами и так далее. Но сам, Библия говорит, что это Божие творения. Все-таки. Вот однажды создал Бог. Сейчас он противник Бога. Враг Бога и человека. Враг всего плохого. И все, что негативно, есть только все, что только можно собрать. Это сам сатана. Он и есть производитель греха и смерти. И смотрите. Он приступил. Он же не глупый. Он приступил к Еве. Он закинул ей информацию. И что она сделала? Она развесила уши. Вы знаете, что мы такие же Евы с вами и Адамы. Мы развешиваем уши. И дьявол берет и говорит. Я тебе повешу одну лапшу на ухо. На это. Слушай, так идет тебе. Такая красивая стала. И вот вторую лапшу на другое тебе ухо. Она такая. Неужели мне это красиво? Сатана говорит. Вот так я тебе говорю. Вообще круто. Ты красавицей стала. Может, ей никто не делал комплименты. И она столкнулась с таким. Первая. Знаете. И. Сатана стал еще. Лапшичку. Достает. Вешает. И украсил ее. Понимаете. И что с ней произошло? Она впала в грех. И матери в грех впадать нельзя. Знаете. Матери подать в грех нельзя. От нее все живое зависит. Вы понимаете? Что она передала. Она впустила. Она открыла портал для дьявола. Для бесов. Для смерти. Для даунов. Для всего, что только может быть зло. На земле дьявол тоже изобретательный. И наркотики всякие придумал. И электронные наркотики придумал. И столько зла. И вот эта женщина взяла. Мать всего живого. И выпустила из ада. Понимаете. Он должен был там и находиться в аду. И ползать по раю там. Ходить. И не вмешиваться в дела людей. А чем занимается сегодня дьявол? Он продолжает искать свободные уши. Особенно для него жертва дорога. Бонусная такая жертва. Это жертва христиан. Простачков. Глупеньких. Невежд. Которые просто верят всему. Я скажу так. Что есть информация. Ее не надо тебе слушать. Иисус говорил своим ученикам. Берегитесь закваски фарисейской. Берегитесь закваски фарисейской. Что имел ввиду Иисус? Он сказал. То есть бойтесь. Остерегайтесь. А что Иисус имел ввиду? Он говорил. Учение. Учение фарисеев. Вам не нужно с ним талкиваться. Вам не нужно его изучать. Вам не нужно туда лезть. Вы знаете истину. И для вас важно изучать истину. Как людей, которые связаны с деньгами, их обучают обнаруживать фальшивые купюры. Каким образом? Их учат, приучают знать оригинал. И тогда, когда человек берет просто в руки, не зная, что за купюра, он сразу говорит. О, это левая купюра. Это фальшивая купюра. Понимаете? Да, я понимаю, что можно как бы с чем-то сталкиваться в мире, с информацией и так далее. Но есть информация, которая зайдет в твое сердце. И она оттуда не сможет выйти. Пока не доведет тебя до падения, до греха. И таким образом действует дьявол. Таким образом, он закидывает удочки и ждет, пока ты клюнешь. Он тоже рыбак. Он закидывает и смотрит на поплывок. Наблюдает. Клюнул на информацию. Все. Например, есть информация, которая отравляет людей. Это сплетни. Человек сам услышал. Он сам не проверял этого. Он начинает другим пересказывать. Особенно, если это касается служителей, помазанных людей. Дьявол будет их очернять всячески. Понимаете? И если мы начнем говорить об этом, о каких-то служителях, о помазанниках, или там еще о президентах. И вы так знаете, как есть такое выражение. Есть люди, которые знают о политике все. Они знают, как правильно вести мировую политику в мире. И как жалко, что они работают таксистами. Понимаете? Есть такие люди, сверх-сверхумные. Но на деле они таксисты. И так и мы с вами можем быть такими таксистами в жизни. Знаем все, как должно быть. Да не знаем мы, друзья. Мы не знаем. И с некоторой информацией, которую мы смотрим или мы слушаем, сердце наше должно подсказать, Дух Святой, другими словами, внутри нас должен подсказать, осторожно, и слушай это, осторожно. Не надо тебе смотреть это. Ты потом не отделаешься, ты испачкаешься. Ты влезешь в грех. И что произошло с матерью? Матери грешить нельзя. И отцу. Нельзя. Запомните. Матери грешить нельзя. От матери зависит все. Мать может сделать такое, что никто не сможет сделать. Она может впустить дьявола в свою семью. Понимаете, что такое впустить? Это все равно, что ты впустил ядовитую змею, и она ночью ползает и кусает детей всех подряд. То есть мать призвана охранять свою семью. И отец призван охранять. Но он нормально, он где-то был. И мать развесила уши для сатаны. И он ей наврал. Она упала так низко, так низко. Она потеряла славу Божью. И сегодня верующие даже не знают славу Божию. Те, которые приходят к Иисусу Христу, уже не старозаветные, уже новозаветные. И то многие из них не знают, что такое слава Божья. Вы представляете, что сделал грех? Что сделало падение одного человека? Верующие, верующие, да? Мы назовем их матерью, да? Всего живого. Верующим нельзя падать. Им нельзя отходить от Бога. Потому что за ними наблюдают остальные. И твой негативный пример может негативно повлиять на всех остальных. И все остальные люди из-за тебя не придут на небеса. Сколько из-за Евы пошло людей в ад? Сколько? Притча 4 глава 23 стих. Мы не виним Еву. Мы надеемся, что она на небе. Верим. Но мы так же поступили бы, друзья. Я думаю, что так, чтобы все уравнять, чтобы не сделать Еву, знаете, в темноте какой-то, некрасивой. Я думаю, что в жизни своей, когда у нас есть тоже выбор послушаться или сатану, или Бога, почему-то все-таки сердце бывает склоняется не к Божьей воле, не к Божьим желаниям. Притча 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И в современном переводе прочитаем. Больше всего храни свое сердце, потому что оно жизни источник. Оттуда исходит все. Оттуда исходит жизнь. Итак, больше всего хранимого. Что мы охраняем в своей жизни? Что мы охраняем? Нам нужно понять, что все в нашей жизни будет зависеть от того, что находится в нашем сердце. Благословит это нашу жизнь. Это может благословить то, что находится в нашем сердце. Допустим, если в человеке находится, в его сердце находится Бог. Это благословит его. Это благословит его семью. Это благословит его поколения, которые придут еще после него. Ведь мы-то думаем, что после нас уже никто не придет. И уже Иисус придет. И так еще и многие думали, верующие, до нас. И бабушки наши. Еще и апостол Павел писал и верил, что за ним придет Иисус. Его священие будет при его жизни. Поэтому мы и ждем Иисуса. Мы не забываем этого. Но мы продолжаем исполнять его волю на этой земле. Потому что больше тебе земную жизнь никто не даст и не подарит никогда второго шанса. А это очень благословенная жизнь, где ты можешь так многого добиться. И самое большое – это приблизиться к Богу и быть на земле близко с Ним, чтобы и в вечности, всю свою вечность быть с Ним вблизи. Смотрите, здесь написано, что больше всего охранимого храни сердце твое. А как? Вопрос – как охранять свое сердце? И здесь Соломон пишет в 20 стихе, чуть выше. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони». Что? «Ухо твое». Видите? И 21 стих. «Да не отходят они». От чего? От глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Видите? Ухо и глаз. Ухо. Преклони к речам моим. Преклони к Слову, которое я тебе говорю. Преклони. Знаете, можно не преклонять ухо. Понимаете? Можно так стоять и так. Но если услышу, если Бог хочет сказать мне, то скажет так, что я услышу. И так вот гордо стоять, знаете, вот так вот прям. А тебе Слово Божие говорит. Наклонись и послушай. Знаете, когда нам что-то надо было бы подслушать, да? Кто в жизни подслушивал? Да, и кружку подставляли, и за дверью слушали, что же там говорят. Вот. Так интереснее, знаете? Так более внимательно. Я скажу так, что сердце записывает в этот момент, этот, потому что это такой экстремальный момент. Ты подслушиваешь. Ты чьи-то тайны подслушиваешь. И тебе Господь говорит. Вот так ты должен слышать Слово Божье. Не просто так вот сидеть так и думать. Ну, что новенького я сегодня услышу? Что расскажет мне сегодня новенького? А так вот. Господь, я слушаю. Я слушаю внимательно. Враги кругом я слушаю, говори. И Господь тебе обязательно скажет. И это бац, упадет в твое сердце. Благосовение упадет в твое сердце. Сто процентов благосовение упадет, потому что это Слово Божье. Крича моим, преклоню ухо твое. А почему крича моим? Потому что Бог ему дал такую мудрость. И тебе нужно это послушать. Тебе нужно это послушать обязательно, чтобы твоя жизнь благосовилась. Потому что Бог благосовил Соломона не просто для него самого, а для того, чтобы управлять народом, учить народ, защищать народ, обеспечивать народ и так далее. И 21 стих. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Кто в жизни подсматривал? Подсматривал. Куда-то подсматривал. Вот подсматривайте за Славой Божьей. Подсматривайте, смотрите на них. Просматривайте что. Знаете, как можно читать Библию? Можно Библию читать так, что ты ничего не поймешь. И ты ее закроешь. И ты скажешь, какая-то странная книга. Ничего в ней не понимаю. По-русски написано. Я русский. Я знаю эти слова. Но смысла я не могу их составить. Соединить не могу. Я пытаюсь. Не получается. Так тебе нужно внимание сосредоточить на этом. и просить автора Слова Божьего, автора, Духа Святого, чтобы он открыл тебе. И ты можешь начать читать между строк. Ты можешь прочитать одно предложение, один стих, и Бог тебя погрузит в духовный мир. Ты, может быть, увидишь видение. Тебе придет откровение. Тебе придет знание. Тебе придет вот эта вот радость, когда ты получишь откровение. И смотрите. Как следствие всего, как заключение всего. 22 стих. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела его. Потому что они жизнь. А скажите, кто из нас не хочет жить? Мы все хотим жить. И хотим жить. Хорошо. Понимаете? Мы не хотим просто жить, чтобы выживать. И опять начинается новый день. И ты думаешь, как бы мне выжить? Как бы мне провлачить этот день? Нет. Слово Божие призывает нас, чтобы мы жили, чтобы мы процветали, чтобы мы были этим цветущим цветком, а не увядшим, повядшим, которого корни неглубоко пошли. И ты такое растение вроде выросло. И потом такое... Тебя фундамент не держит. Ты такой длинный такой... И упал. Ба-бах. И только дым стоит. Так многие верующие вот так в духовном мире выглядят. Фундамента нет. Все было построено на шатком основании. Глубины нет. Связи с Иисусом нет. Мы не можем любить то, чего не пробовали. То, чего не видели наши глаза и не слышали наши уши. Мы не можем это делать. Мы не можем любить. А Бог дал заповедь, представляете, Бог дал заповедь людям любить Его. И сам спрятался. Любите меня. Хоба. И спрятался так, что люди говорят... Наверное, мне послышалось, что Он сказал любить Его. Если бы сказал любить Его, был бы перед нами, открылся бы нам. И мы бы Его любили бы, конечно, Он же хороший. Почему бы не любить Бога? А в Боге нет ни одного недостатка. Он самый совершенный. Люди, в каждом человеке есть недостатки, есть плюсы и минусы. А в Боге ты с фонарем будешь искать минус какой-то. Всю вечность. И ты не найдешь. Потому что Он сплошной плюс. Он благословение наше. И смотрите, и Бог дает заповедь людям. И Бог ее не отменил никогда. Хоть и дал в Старом Завете, да? Но Иисус пришел и подтвердил это. Что желание Бога, чтобы Его люди любили, только от нас зависит, что будет нашим сердцем. Туда и Бог не может войти без разрешения, и дьявол туда без разрешения войти не может. Если Бог вошел в ваше сердце, значит, вы разрешили Ему туда войти. И вы сделали все, чтобы Он туда вошел. А если Сатана вошел в ваше сердце, то же самое. Вы Ему разрешили войти, и вы полно дали Ему свободу. Если Он приходит, после Него остается одна разруха. Прах остается. Он князь праха. Он прах сделает в твою жизнь. В прах! Вот как бумагу сожги, и все, что от нее останется, вот так вот, порошок. Вот так вот человек превратится в такое. Библия, если Он за своим сердцем не смотрит, Библия нас предупреждает. Библия заботится о том, чтобы мы были счастливыми верующими, процветающими верующими, чтобы встретиться с Богом. Представьте, если мы предстанем пред Бога, и тут, представляете, тьма со светом встречается. Мы говорили уже, что тьма со светом не может встретиться. Тьма уходит. Вот когда мы включаем свет, моментально тьма куда-то исчезает. Представь, если ты предстанешь пред Бога, ты не сможешь выдержать Его присутствие, Его реальности. Его реально, все, что исходит от Него, оно изгонит тебя. Святость уничтожит тебя. И поэтому тебе нужно быть святым. Тебе нужно иметь в сердце Его святость, частицу Его. И когда Он будет в твоем сердце, Бог будет в твоем сердце, ты предстанешь пред Ним, ты скажешь, Аллилуйя, как я долго этого ждал. У тебя будет свобода, у тебя будет право, полное право, как Иоанн пишет, с открытым лицом встретить Его. Не вниз, не стоя вот так вот. Иисус, так стыдно тебе в глаза посмотреть. Я знал, что они такие красивые, но так стыдно, так стыдно. А-а-а, и полются слезы, знаете, как у крокодила. Зачем тебе так смотреть Иисусу в лицо? А почему, знаете, любимая никогда не скрывает свое лицо, а любимый хочет увидеть лицо любимой. И вот, вы понимаете, о чем речь идет? О нас с вами, что Господь нас хочет совершенствовать, Он хочет нас изменить, Он хочет разобраться с нашими мотивами сердца. Очень важно, очень важно, Иисус обращается к тем, и Ему, не так важно, что ты делаешь, как почему ты это делаешь. Ведь можно же делать даже добрые вещи с грязными мотивами в сердце, и Бог это не примет. Ты даже для Него это будешь делать, Он не примет это. Это будет для Него преступление, грех. Хочешь ли ты такого служения? Поэтому, единственный выход, это чтобы свет пришел в нашу жизнь. Каждый человек согрешил, Библия говорит. Тьма находилась в каждом человеке. Она уходит только из того сердца, куда приходит сам Бог. Тогда сердце человеческое меняется. Только тогда мы начинаем говорить Богу, Бог, я хочу тебя. Я не могу жить без тебя. Ты мне нужен, я люблю тебя. И ты это говоришь не просто повторяя за каким-то пастором, за каким-то служителем. Ты лично Ему говоришь это в тайной комнате. И приходишь, и на собрании здесь говоришь. И везде ты говоришь, Бог, я нуждаюсь в тебе. Мне так плохо без тебя. Мне так плохо без тебя. Мне раньше так хорошо было от этих вещей, мне теперь они вообще не нужны. Мне нужен ты. Представьте, Иисус, Бог в этот момент наслаждается тобою. И Он говорит, вот с этим человеком я всю вечность проведу. Аллилуйя. Аминь.